Оттуда чуть-чуть поддувал. Оправдалась та гипотеза, которая была у меня все это время. Такой проблем уже точно не будет возникать. Всем привет, с вами Владимир Колосов, компания Колосов Хаос. И в этом ролике я хотел бы поделиться с вами тем, как мы пришли к правильному утеплению пола. Потому что до недавнего времени мы допускали в этом, скажем так, незначительную ошибку, которая в целом вылилась в системную ошибку. Говоря системная ошибка, я имею в виду, что люди с такой проблемой обратились к нам более двух раз. Следовательно, это проблема системная, ее надо было решать на системном уровне. И мы стали сейчас внимательно изучать этот момент. И на строительстве текущих домов обнаружили, собственно, в чем причина. И я в этом ролике хотел с вами поделиться. Соответственно, мы благодаря этому проапгрейдили в очередной раз наш чек-лист. И, по крайней мере, такой проблем уже точно не будет возникать. Ну и прежде чем приступить к рассказу о том, что же мы придумали, в чем была сложность, я хотел сказать пару слов о рекламе на этом канале. Здесь всего два слова. Рекламы нет. Ее никогда на этом канале не было. И ко мне регулярно обращаются различные компании с просьбой прорекламировать тот или иной товар. Единственное, что я могу на это ответить, это я готов брать ваш товар, делать с ним разные тесты, экспериментировать. То есть, например, если вы предлагаете какой-то там вариант отделки, давайте вместе посмотрим, что с этим можно сделать. То есть я за это денег брать не буду, мне просто интересно посмотреть вообще, что есть на рынке. Но брать целенаправленно какой-то товар и говорить, вот, мы пользуемся только таким, покупаете такой адрес магазина по ссылке в описании. Я так никогда не делал и делать так не буду, потому что все-таки основной мой источник заработка это строительство домов, а не какая-то деятельность на YouTube. И в связи с этим я в очередной раз не могу не вспомнить ролик, который записывал еще... Так, сегодня у нас 2019, иначе это было в 2017 году в Санкт-Петербурге. Я записывал ролик, в котором честно показывал свое отношение к утеплителю марки Кнауф. И на тот момент тогда у канала было типа 400 подписчиков, и меня уже обвиняли, что для тех, кто хотя бы чуть-чуть имеет представление о YouTube, то есть 400 подписчиков это вообще ничто. Это у вас на YouTube даже нет. И меня уже обвиняли в том, что это какая-то купленная реклама. То есть единственное, за сколько у меня на тот момент могли купить рекламу, это, пожалуй, за пачку печенья. И то, наверное, это было бы слишком дорого для такого канала, для того уровня канала, который был на тот момент. Это было совершенно искреннее мое мнение. И после этого ко мне обратились представители Кнауф. Мы стали с ними общаться, поскольку мы по-прежнему используем Кнауф. И в целом я не против сейчас других утеплителей. На самом деле, если у вас есть желание использовать другого утеплителя, ради бога просто. Мы вот по нашей практике работаем с Кнауфом. И они обратились ко мне, у них вышел новый утеплитель, называется Теплокнауф Норд. И мы договорились, что они на один из ближайших объектов привезут нам такой утеплитель. И я специально съезжу, посмотрю, что это за утеплитель, чем он отличается от обычного Теплокнауфа, и расскажу вам. Опять-таки же, это не реклама, мне за это никаких денег не платят. Это просто мое искреннее желание поделиться с вами тем, что происходит сегодня на рынке. Тем более, что к Теплокнауфу я отношусь в целом довольно хорошо. Ну а теперь, собственно, к вопросу утепления пола, который нас долго мучил. Итак, этой зимой сразу несколько заказчиков обратились к нам со следующей проблемой, что у них в некоторых местах, то есть не по всему периметру, а только в некоторых местах на стыке пола и стены первого этажа как будто бы немножечко, ну не поддувает, но оттуда как бы идет холодный воздух. И мы долго пытались разобраться, в чем причина. Мы разбирали стены с наружной стороны, мы там прокладывали дополнительным утеплителем, пытались выяснить, с чем это связано. И, наконец, решили поступить следующим образом. Вот сейчас начался год, у нас в январе началось сразу строительство нескольких домов. И на первом доме, на котором мы подошли к этапу утепления пола, мы, собственно, собрали консилиум, чтобы понять, какие там могут быть допущены ошибки. И, в общем, оправдалась та гипотеза, которая была у меня все это время, а именно то, что рулонный утеплитель в последнее время стал приходить какого-то, ну, как-то хуже качества, чем он был, допустим, два года назад. Ну, как будто бы такой чуть более свалявшийся. И из-за этого, соответственно, у меня было предположение, что у нас идет перекрытие 200 мм, а утеплитель за счет того, что он чуть-чуть свалялся, и он не 50 мм, а, допустим, 48, то вот возьмем 4 листа по 48, вот у нас уже получается лишние 8 мм зазор. И через этот зазор с краю, из-под стены могло чуть-чуть поддувать. И мы, собственно, это проверили. Вот причина продувания и рекламации по утеплению. Щель под обвязкой стены, 4 слоя утеплителя. Утеплитель не доходит плотно. Под стенами везде прокладываем еще один слой утепления. Как видите, в каких-то местах утеплитель плотно под стеной лежит, а в каких-то вот как раз образуются щели. В связи с чем мы приняли следующее решение, что теперь вместо рулоновых перекрытий первого этажа мы используем плитный утеплитель. И конкретно в месте, которое идет под стеной наружной, мы прокладываем дополнительный слой утеплителя для того, чтобы перекрыть любые возможные щели под этой стеной, между стеной и утеплителем. Вот можете посмотреть фотографии, как выглядит сейчас в принципе утепление на объекте. Сразу бонусом и следующий этап и пароизоляцию. А дальше сразу же покажу сразу другой объект, на который мы опять это решение уже внедрили и там тоже давайте бонусом пароизоляцию. Почему бы и нет? Ну вот получилось, мы убрали, казалось бы, такую незначительную вещь, как видите, ну щель какая-то под стеной, казалось бы, ну ерунда, кто на это вообще обратит внимание, но в результате зимой, особенно в сильной холода, вот в некоторых местах, где образовывались такие щели, оттуда чуть-чуть поддувало. И мы эту проблему устранили. Для предотвращения продувания под стены все внешние проложен дополнительный слой утепления по периметру всего дома и под внутренними несущими стенами, которые над обвязкой. В принципе, кроме этой проблемы я таких других за последнее время глобальных вспомнить не могу. Все, которые возникали у нас до этого, мы довольно оперативно решали, вносили изменения в наш чек-лист, поэтому сейчас на объектах я таких сложностей не вижу. Ну вот, я с вами поделился нашим небольшим открытием, уверен, что в комментариях сейчас набежит много экспертов, которые скажут, ты к этому ежу было понятно, мы уже 300 лет это используем, но вот мы дошли до этого только сейчас и, как выяснилось, это стало открытием не только для меня, а вообще для всей команды, что вот какие-то там незначительные щели потом зимой дают такой эффект. Я рад, что мы их нашли. Буду рад, если это поможет и вам. Вот многие часто просят хотя бы одним глазком взглянуть на чек-лист. Если вы внимательно смотрите ролики, то я, ну, разные позиции из этого чек-листа я периодически озвучиваю и конкретно эта позиция, это вот, можно сказать, последнее наше добавление в чек-лист, которое было, это как раз позиция, связанная с утеплением пола. С вами был Владимир Колосов, компания Колосов Хаус. Подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали. Ставьте лайк, если эта информация показалась вам полезной. Пишите свои комментарии с вопросами. Ждите следующий ролик, когда я поеду на объект вместе с новым утеплителем от КНАОВ. Посмотрим вообще, что это за утеплитель, как он себя ведет, думаю, надо будет придумать как-нибудь, не знаю, пожечь его, утопить, еще что-нибудь. Тоже пишите свои идеи в комментарии, что можно с ним сделать. И, в принципе, можем его как-то сравнить с другими утеплителями. Тоже надо только понять, как лучше это сделать, потому что, в принципе, на Ютубе уже, насколько я знаю, многие сравнивали утеплитель, и вряд ли я здесь что-то новое смогу привнести. В общем, увидимся на строительстве вашего дома. Всем пока!